Я правда читаю лекции о том, как противостоять пропаганде и манипуляциям, поэтому, если позволите, я объясню важные детали. Причем мой рассказ, он будет без геолокации, это такая универсальная схема. Надо понимать, что пропаганда это, на самом деле, это слоеный пирог с разной начинкой. И у этого пирога четыре слоя, вот, не одни больше и не одни меньше. Первый слой – это власть, которая заказывает пропаганду, это основа. Дальше идет второй слой, и второй слой – это политтехнологи. Это те люди, которые придумывают по заказу власти смыслы, которые занимаются позиционированием и продвижением этой пропаганды, то есть ее движением к потребителю, к нам с вами, зрителям, слушателям, читателям. Третий слой – это вот те самые пропагандисты, которых вы любите вспоминать часто в своих эфирах, люди, которые зачастую обитают в методичках, часто связаны с ипотеками, комплексами, желанием всеминутного нажива или просто непорядочностью. Но надо сказать, что из них есть какой-то процент, кто искренне верит в то, что он говорит. Это тоже действительно правда. И четвертый слой – это потребители пропаганды, это аудитория, на которую рассчитан контент. То есть это кто-то, кто кричит «Крым наш», такое счастье, кто повторяет, что в Украине нацисты и так далее. То есть, ну, в общем, это та аудитория, которая податлива этому контенту. И вот я в прошлый раз начал говорить, не закончил, я бы хотел все-таки сказать несколько слов об образовании, об интеллектуальном уровне, потому что это очень важно, вы поймете. Я тоже хочу связать его с этим слоем и тарагом. Власть, которая заказывает пропаганду в 2024 году, когда такое количество источников информации, когда паттерн потребления информации меняется каждые 10 лет, а то и быстрее, вот такая власть характеризуется недостаточным пониманием социологических процессов и часто просто обманывает себя. Потому что в итоге у нее получается, что контроль медиа, он происходит от политической слабости, а не от силы. То есть, значит, что не осталось других инструментов в конкретный момент времени. Политехнологи в этой четверке – это самые умные товарищи. Здесь нужно знать маркетинг, социологию, психологию, быть хорошим аналитиком. Они за это получают деньги. Да, мир жесток, но это так. Пропагандисты в этой истории – не все. Это интеллектуально, прямо скажем, самое слабое звено. Я объясню. У некоторых из них в глазах видны сразу аж два класса образования. Я не хочу никого обидеть, но я все время себе говорю одно и то же. Когда ты работаешь с информацией, а значит, можешь хотя бы тайком посматривать какие-то буржуйские медиа, не понимать того, что происходит на самом деле, это значит быть или глупцом, или быть цинником. Ну и зрители, читатели, потребители, вот здесь сложнее. Почему? Потому что пропаганда и манипуляция – это же не про информацию, вовсе нет. Это вера в пропаганде – это про реализацию себя нереализованного. Человек боится признаться себе в своих неудачах и часто думает у кого-то другого, потому что нет денег, потому что крыша течет, не знаю, из маленького грязного дворка не уехать. Вот зато вместе с телевизором я могу грозить сильным мира сего и вообще всем врагам, которые ополчились на нашу землю. Вот такая сублимация – это вознесение себя на высокий уровень, причем минуя образование, минуя профессиональные успехи, инвестиции в свое интеллектуальное развитие и так далее. Ну и также, я не могу не вспомнить в этой связи замечательное, тонко чувствующее время наше настроение, Светлана Алексеевича, которая писала о том, как в том числе пропаганда хорошо пускает корни в умах тех, кто остался красным человеком из такой рабской психологии. И, ну да, к тому же это удобно, потому что и вашему, и нашему, мол, если что, потом, когда время изменится, скажу, что не разобрался, но насилие, в общем, я осуждал. Такие примеры мы тоже видим. Ну и пропаганда, она еще от страха. От страха людей быть другими в этой существующей системе. Помните, как у Евтушенко ученый, советник Галилея, продолжайте. Галилея Галилея, он знал, что вертится земля, но у него была семья. Вот этот формат, он очень распространен. А, и еще один важный момент. Чтобы сохранить баланс, я должен сказать, что в постсоветских странах, ну не считая Украины и не считая особенно страны Балтии, не работают социальные лифты. Поэтому вот когда сейчас отвечаю на ваши вопросы, я не критикую людей, смотрящих государственные телеканалы и верящих всему, что нам говорят. Я просто их не понимаю. Я просто их не понимаю. Это вот, если очень так кратко, смесь журналистики, социологии, психологии, аудиторного восприятия и из-за чего прорастает пропаганда. Если я ответил на ваш вопрос, окей. Если нет, я готов. Нет, нет, ну это такие теоретические выкладки, весьма интересные. А сейчас хотелось бы, может быть, чуть ближе к реальности, к нашей белорусской действительности пропагандистской. Скажите мне, пожалуйста, еще раз, давайте проговорим, какую задачу сегодня решает белорусская пропаганда? Какую задачу? Вот, например, я сейчас поясню свои слова. В России, например, мы видим, что это нагнетание, да? Вот враги, их надо убивать, и вот как бы идет такая агрессивная... Нет, 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 вы не правы. Почему? Потому что вы сейчас говорите о следствии, а причиной этой пропаганды сохранение власти все очень просто. Ничем другим нельзя. И вообще белорусская пропаганда, она сейчас полностью включена в российский братье. Да, где-то могут быть какие-то исключения, но это скорее как протуберанцы на солнце, это такие частности, прямо будем говорить, что это демонстративная субъектность в белорусском случае. Задача любой пропаганды – это сохранить власть, а уже отсюда исходят способы генерации этой пропаганды, вариации, на какую аудиторию какой рассчитан контент, что мы говорим сегодня, что мы говорим завтра. На самом деле пропаганды и манипуляции, они живут своей жизнью, они не принадлежат, когда запущены уже своему творцу. Потом власть, которая генерирует пропаганду, может каким-то образом ее коррелировать, направлять в то или иное русло. Но когда этот поток упошел, эту сель уже не остановить. Поэтому, первое, не нужно разделять белорусскую и российскую пропаганды. Второе, не нужно думать, что у пропаганды какие-то другие глобальные задачи, нежели сохранение власти, который есть. За счет чего? За счет мобилизации, что якобы вокруг враги, за счет того, что только здесь единственное место на земле, где тихо, спокойно и стабильно и так далее. Посылы могут быть другие, но это уже следствие, а не причина. — Так, хорошо. — Хорошо. Но я хотел говорить именно о риторике. — Вот о чем я хотел сказать. — А, может, касается риторики, да. — Да, для меня это две разные вещи. В России это всех убить, а в Беларуси... — Всех убить, и Путин велик. — И Путин велик. — А в Беларуси просто Лукашенко велик. — Лукашенко прекрасен, да. — И смотреть, как у нас хорошо, да. — Ну, тоже, если совсем так, потому что... Я не думаю... Вы знаете, я когда работал на канале ОНТ, и отвечал в том числе за утреннее вещание, мне очень не хватало беларусского языка в эфире. Вообще, в принципе, не только в утренних слотах, но и вообще. И мне пришлось какое-то время побиться, но я победил в итоге, чтобы беларусский язык постоянно присутствовал в нашем эфире и в утреннем сегменте в том числе. И у нас появилась рубрика, где просто самые обычные люди читали свои любимые беларусские стихотворения. Я не могу уже припомнить вам все в тонкости, но идея была в этом. И мы ее катали, катали, я смотрел, что ее хорошо смотрят, ну, я получал результаты смотрения. И мне это очень нравилось в принципе, в концепте своем, по идее, по сущности, по реализации. Потом через какое-то время я прихожу и вижу у себя на рабочем столе бумаги, которые принес администратор. И вот вижу, что это. Это из Министерства информации бумаги, где, я опять же не вспомню сейчас дословную формулировку, но суть была такая, что нужно увеличить количество беларусского языка в эфире, поэтому нужно бы принять некие действия, которые бы спустили те или иные сегменты эфира беларусскоязычные. Понятно, что это было абсолютно идеологическое решение. Тогда, значит, был некий политический контекст, где Беларусь, в общем, должна была показать, подчеркнуть свою независимость, свою национальную идентичность, свою культуру. Простите, Сергей, примерно... Ну, если я уехал в 2011-м, закрыли мои программы в 2010-м, это, по-моему, где-то было в 2009-м или 2008-м. Я не знаю. Ну, так просто. Такая история. Вся эта пульсация национального содержания, которая облекается формой пропаганды, это именно пульсация. Это не что-то стабильное, постоянное, потому что стабильное, постоянное, может быть только в странах, которые или четко определили, что они развивающиеся демократии, или что это, в общем, уже демократия с определенным опытом государственного устройства. Вы знаете, я после открытия архивов СБУ, когда жил и работал в Киеве, мне в руки попал страшный документ. Вы сейчас поймете, к чему я это говорю. Я вспомнил. Это действительно связанные вещи. Это 40-е годы. Из Украины с украинцами. А в Украину с русскими и с дворусами шли какое-то просто невероятное количество товарных составов. Было подсчитано все. Люди, скотина, птица, мешки с зерном. И все едут в перемешку. То есть традиционные ужасные депортации. Все было дотошно и скрупулезно. Вот уничтожить, растоптать и стереть. Москва всегда размывала национальную идентичность. Тех стран. Ну, в общем, давайте говорить. Всех республиканцев. Да, это факт. И Москва продолжает делать это сейчас. И мы до сих пор пожинаем плоды того размывания. Именно поэтому одна из причин такой национальной пульсации в Беларуси, это как раз то, что белорусы под этим нажимом всех этих десятилетий они потеряли свое национальное ядро и понимание, значение своей национальной идентичности. А политики этим пользуются. То есть история очень простая. Ну, грубо говоря, тогда, тогда... И с украинскими детьми, которых она вывозит. При живых родственниках этих детей. Но это уже отдельная тема. Как Александр Генис, по-моему, у нас в эфире был, он сказал, что поэзия – это душа нации. И вот когда целенаправленно уничтожали белорусских поэтов, не только же поэтов, просто представители культуры, искусства, культуры, то есть это были такие точечные удары именно по белорусской душе. И надо сказать, преуспела Москва. А в этом и сегодня Лукашенко как бы продолжатель этого дела. По большому счету. Жидишь туда, это братья наши. Вот это и так далее. То есть то, что братья там пытались и пытались уничтожить тебя, это как бы уже пропускаются эти подробности. Ну вот братья. То есть он продолжатель этого дела сегодня. Сергей, я хотел у вас спросить... Ну, я бы говорил, что продолжателем этого дела является не какой-то один человек, два или три. Это система. Эта система, которая заряжает податливые свои общества. Наш когнитивный аппарат так устроен, что пропаганды манипуляции всегда ищут в нем какие-то уязвимости. И проникает в нас именно таким способом. И вот те люди как раз, которые не очень сведущие, не хотят быть сведущими о том, что происходит, не хотят разбираться, живут страхом, оправданием, или чем-то еще, они как раз и самая податливая аудитория для пропаганды. Поэтому говорить о том, что это делает какой-то один человек, нет. Это делают все на разных этапах. Я поэтому именно привел пример слоеного порога. Так поустроено. И вообще, надо сказать, что и любого рода манипуляции медийные, рассчитанные на свои целевые аудитории, пропаганда, хребет пропаганды, это стадность. Вот пропаганда, она всегда ищет вязвимости. В нашей психике, в нашей идентификации, и памяти, я вспоминаю документальный фильм «Вполне нормальные мужики». Это фильм о резервном батальоне полиции Гамбурга. Это Вторая мировая война. Этот батальон был набран из мужчин, которые не попали на фронт, только по одной причине – по возрасту. И вот этим людям им дали первое задание – ловить евреев в польских деревнях, те, кто посильнее их, значит, отправляют на работы, а кто хило расстреливаются. Вот думайте, что жутко из 500 человек батальона расстреливать отказались только 12. Причем им за отказ не было ничего. То есть просто можно было отказаться, никакого наказания, и людей переводили на другую работу. И вот все эти 500 минус 12, они расстреляли в итоге что-то около полутора тысяч евреев, в том числе женщин и детей. Причем, когда они расстреливали, они еще обсуждали, доносили своему начальству, командованию, каким образом можно экономить патроны. И решили коллегиально, что расстреливать женщин и детей будем одновременно, чтобы ребеночек был на руках у мамы, чтобы одной пулей. И в итоге этот батальон расстрелял что-то около 40 тысяч евреев и 45 тысяч человек отправил в лагеря. Вы говорили о полутора тысячах только что. Да, простите. Около 45 тысяч отправил в лагеря, расстрелял полтора тысячи. Вот эти люди, что было у них внутри? Вот давайте я к зрителям обращаюсь. То же, что и у сталинских палачей. Смотри, спросите себя, что было у них внутри. Говорить, что что-то было одно, нет, не скажешь. Это такое ужасное, варево, мерзкое всего того, что запустило государственные машины. Но при этом всем, когда я порой слышу, как можно, например, сравнивать пропаганду Третьего Рейха и нынешнюю пропаганду, я абсолютно не согласен, потому что это вещи разные, у них разный контекст. Тогда не было такого количества источников информации, и тогда распространение информации была куда меньше нынешней. Поэтому тогда в пропаганду действительно встречалось больше образованных людей. Сейчас образованные люди часто, если, например, говорить о Беларуси, да и о России, у них вектор движения из страны. Или они, наоборот, вымекаются в себе, если не могут уехать какой-то жизнью под куполом, в этом парнике, и они не пускают туда ни сошедших с ума пропагандистов из телевизора, ни податливых знакомых, которые верят в пропаганде. И так рушатся семьи, и дожественные связи, и так далее. Или это внутренняя эмиграция, короче говоря, или это эмиграция внешняя. Почему на выходе сегодня мы имеем настолько топорно, настолько такую прямую... Я даже не знаю, как бы это... Ну хорошо, есть пропаганда, у нее есть конкретные цели, задачи. Грубо говоря, это сохранение власти первая цель, задачи. Дальше уже начинаются подробности в форме подачи и так далее. Но на выходе мы видим сегодня, что белорусские пропагандисты пользуются совершенно загораженной риторикой, дворовой. Это неприятно. То есть, смотрите, я ведь слышал это от людей, которые, в общем, как бы... Кто-то не определился в 2020 году, кто-то даже наоборот, Александр Григорьевич, наше все. Но вот такие люди говорят, ну, Азаренко невозможно смотреть. Да, я за Лукашенко все стабильно, но когда он начинает поливать чуть ли не матерными словами... Так и матерными, в том-то и дело с экрана, да. Ну это просто... Ну как-то не... Почему мы на выходе имеем вот такую именно... Неужели это нужно? Мы пришли к точке, когда именно это нужно? Да. Ну в качестве Лида я скажу следующую францию. Коллеги, оставьте в покое Азаренко. Это плоть от плоти своего времени. И точка. Ну просто правда. Давайте говорить о людях образованных, умных, даже если это злые гении, но с ними как-то интересно потягаться. Муководщик? Да. Ну и... Ну ладно. На течение вашего вопроса. Мне просто всегда интересно, когда есть мясо какое-то. То есть хотя бы понимать, о чем идет речь. Они же ведь очень разные. Есть Соловьев, есть Норкин, есть Муководщик, есть Азаренок, есть Гладкая. Это все очень разные. Я просто хочу переходить на личности. Но если вы спрашиваете, говорить, например, о Норкине, я помню прекрасно времена, когда Норкин был ведущим новостей на НТВ. Это был прекрасный журналист, это был прекрасный ведущий. Это было 20 лет назад, я даже больше не работал на журналисте. Вот. И... Мы даже думали о каких-то конференциях тогда возможных с НТВ. Ну ладно, это другое. И это был журналист, на котором во всех смыслах было приятно смотреть и его читать. И понимание его информации, и то, как он писал, и то, как он читал, и то, как он анализировал. Вы знаете, я знаю Андрея Норкина через знакомых, знакомых, знакомых. Вот. Это человек с очень непростой судьбой, поэтому еще раз говорю, я не люблю переходить на... на личность и обсуждать даже какие-то профессиональные качества и нынешний профессиональный контекст тех или иных людей. Мы не знаем, что у них в жизни. У Андрея Норкина очень непростая история, насколько я знаю. Поэтому, почему человек так себе ведет? Он говорит, как он говорит. Это... Нет, можно в этом случае. Это другое. Поэтому я стараюсь не называть фамилии. Я говорю о каких-то технологиях и поведенческих особенностях, потому что аудитория... Аудитория ваша, она умна, она образована, поэтому она тут же для себя представит, заполнит эти места для пазлов определенными личностями и фамилиями. Тогда к причинам. Я потерял мысль. Причина, почему пропаганда сегодня настолько топорна? Что происходит? Да, я уже говорил, по-моему, в прошлый раз. Если есть запрос именно на такую пропаганду, если есть зритель своим образовательным цензом, воспринимающий именно такую пропаганду, тогда она такая и появляется в эфире. Если взять, например, того же Владимира Путина, мы прекрасно помним и видели эту технологическую эволюцию, как лепили из него вот этого мачо, этот голый торс, как Путин возглавляет клин кого-то, человеку. Он со стерками летал. Да, он летал со стерками. Вот это афро, поднятая со дна. То есть человек, который покорил все стихи, нам это показывали. Человек, который хороший, силен везде, даже в сортире. Мы это помним прекрасно. И мы прекрасно помним слова вот такое питерского двора, да, вот эти истории про поребрик. Я никого, не хочу сейчас сказать, что все это плохо, да, то есть какой-то вот этот код нашего детства, всю жизнь несем с тобой. У вас, Константин, у меня, у всех нас есть фундамент, на котором строится наше развитие. этот фундамент наше детство, наше окружение, и в том числе наши травмы детские, и в том числе наши детские непонимания этого мира, борьба с ним, принятие этого мира. Именно поэтому отсюда вся лексика и так далее. Но вот есть люди, которые так вот устроены, ну вот так устроены, да, плюс Владимир Путин и его окружение это окружение спецслужб. Там достаточно простое восприятие. Так, это предатель, а если предатель, он, значит, не достоин жизни. Если это человек, который может, окей, мы его используем. То есть, ну, здесь все просто. И не надо думать, что где-то в какой-то стране спецслужба устроена по-другому. Я вас уверяю. Я сейчас никого не защищаю. Я просто говорю, давайте смотреть вот в действительно как здесь на самом деле. Поэтому, если есть вот человек такой формации и люди такой формации, они себя так же и ведут. Если сейчас в российском телеэфире начинают приносить там, ведра с нечистотами в эфир, бить друг другу лица, материться, это становится, знаете, это же позиционируется не как хейство, хейство и не как ну, просто низость какая-то. Это позиционируется как нормальность. А понятный, не обременяющий себя какими-то интеллектуальными эфемизмами, не боящийся, потому что по-настоящему сильный, уверенный в себе мужик, вполне нормальный, он всегда скажет крепкое словцо. он и отец, он и мать, он и валеный, он и хозяйственник, и еще поэтому вот такое позиционирование, это же не вот так происходит, изучается внимание аудитории, как она воспринимает такие посылы, как она реагирует, как это пропаганда, которая начинает жить своей какой-то уже потом иррациональной жизнью, как она влияет на аудиторию и так далее, и так далее, то есть все это в динамике прослеживается и становится понятно тем технологам, тем самым умным, тому самому второму слою людям, что это работает, если это работает, значит эти нарративы нужно усиливать, как? Этой же лексикой на эту же аудиторию. Кто проводники такой лексики? Ну вот такие мы теряющиеся в эфире люди. Почему они это делают? Это по-другому вопросу. Сергей, вот хочу не то чтобы поспорить, даже спорить-то не с чем, но все-таки удивиться, немножко, потому что мне кажется, что как раз-таки появление на экранах Белоруссии господ вроде Азаренко с их лексикой, я вообще не конкретно говорю, вроде, чтобы понять не было, это произошло ведь в 20-м, в 21-м, наверное, даже больше году, и это было скорее, там никто не изучал, как вы говорите, да, не смотрел, вот давайте это вбросим, посмотрим на реакцию, ага, значит этого надо больше, а этого меньше, этого не было, это было скорее похоже на прямую истерику известного человека нам, да, всем, который в 20-м году очень не захотел, как ребенок не захотел уходить, вот, и это было похоже на прямую истерику, то есть, это как будто бы этот импульс шел с самого верха, вот, они меня предали, народ, да, эти жалкие белорусы, сволочи, они меня предали, я для них, вот это все, они меня предали, как это была, была истерика обманутого мужа, я не знаю, как угодно, вот, и мне кажется, что здесь как раз никаких тонких ниточек нет, просто вот, вот истерика, и кто первый подхватил, тот молодец, а подхватил, это все же началось не в 20-м году, все началось гораздо раньше, но очень резкий переход, но очень резкий. Те люди в Беларуси, которые, технологи, а их мы не знаем, мы не видим их, мы не знаем их фамилии, кто консультирует власть, и консультируется ли власть с ними, а если да, то в какой степени, мы тоже этого не знаем, все они прекрасно понимали, и то, как белорусская аудитория воспринимает информацию из тех же телеканалов, да, и из государственных мест, они прекрасно понимали, чего ждать от белорусской аудитории, я не знаю, все ли они докладывали первому лицу, и как это происходило в Беларуси, равно как мы не знаем, это происходит в России, например, да, мы можем только догадываться, вот, но все особенности, наверное, все-таки я не ошибусь, если скажу, что для них население, а не народа, они знали, и до 20-го года, и до 10-го года, и так далее, поэтому не нужно думать, что какие-то вбросы, вот они начались сейчас, нет, портрет, электоральный портрет, с его особенностями, он был хорошо известен технологам, и в Беларуси, и в России, и давайте прямо говорить, не нужно думать, что Беларусь вот так, прямо, всегда была свободна в своих движениях, всегда был большой брат России рядом, с которым в большей или в меньшей степени согласовывались решения, а уж в последнее время эти решения, по-моему, точка принятия решений вовсе не близки, вот, и я здесь не открываю никакой Америки, это так, поэтому говорить о том, что вот сейчас началась какая-то интенсификация, да нет, и сейчас мы пожинаем плоды того, что было раньше, вот и все, это как, ну, вот достаточно почитать философа, одного из основателей постмодернистской философии, Жанна Бодрияра, который вел наш лексикон сейчас, хотя это понятие было намного-много раньше, там, тысячелетия назад, симулятор, да, копии с копией, изображение того, чего нет на самом деле, вот сейчас аудитории предлагается изображение того, чего нет на самом деле, это касается врагов, которые на нас ополчились, и всего остального, если бы аудитория была к этому неподатливой, никто бы ей не предлагал, откуда технологи знали, что она податливая, да потому что они уже десятилетия живут со всеми нами, и знают, что мы к этому податливы, и знают, что у нас живет во многих, к сожалению, красный человек, здесь на самом деле технологически все просто. В то же время мы ведь видим какие-то простые цифры, в Беларуси наш канал признан экстремистским, однако смотрят его в среднем от двух с половиной до трех тысяч онлайн. В Беларуси всячески поощряется та риторика, которая льется с каналом, например, ну, СТВ, при этом смотрят ее там 50 человек в прямом эфире, 60, ну, 75 по праздникам, наверное, большим. То есть мы видим этот запрос. В 20-м году мы видим... Нет, вас смотрят меньше, чем их. А? Вы, вас смотрят меньше, чем их. Вы берете количественную составляющую. Но вы не... Нет, вы берете количественную составляющую, а нужно брать еще качественную, интеллектуально качественную составляющую. Их смотрят те, которые называют YouTube, тот же платформу YouTube, этими вашими интернетами. Не бывает. У нас с вами разные источники и способы потребления информации. И с вами, да, и у них. Тех, кто смотрит белорусские каналы. Их на самом деле много. Не нужно себя обманывать, что их мало. Их много. По белорусским меркам. Их много. Это и дело привычки, то, о чем я говорил выше. Это же не просто была теория. Я имплементировал эту теорию на вот нашу действительность, нашу практику. А вас смотрит другая аудитория. Ее больше, но ее интеллектуальный уровень выше. Потому что помести вас сейчас в белорусскую действительность, вы начнете свой день начинать и заканчиваться как белорусский телеканал? Я думаю, что нет. Поэтому что составляет ядро этой целевой аудитории? Оно разное. И, к сожалению, я очень не люблю, ну, люблю-не люблю, это патетика. Я опасаюсь говорить о таких вещах, потому что они только усиливают тот раскол, который растет между теми, кто уехал, и теми, кто остался. и при этом всем, я всегда подчеркиваю, я не обвиняю ни тех, кто остался, ни тех, кто уехал. Ну, я уехал, да? Я уехал много лет назад. Не тех, кто уехал сейчас, уж тем более, потому что сейчас настали еще более жуткие времена, чем были. Вот этот раскол, у него природа не какого-то одного явления. Природа разная, содержательная. Это тема для отдельной беседы. Да уж, а почему, нет, такой вопрос еще интересует, почему в повестке пропаганды мы, отработанный материал, казалось бы, беглые, да, ну, мы в топе. Всегда в топе, каждый день в топе. Неужели, то есть... Почему вы не говорите о том, что происходит внутри, как у нас классно, как классно, зачем обязательно? Вот в советской пропагандии я не помню, что в президенте много говорили. Потому что лучший способ мобилизации это поиск внешнего врага. Самый простой путь и самый короткий. Идеологическая мобилизация. Не дай бог, в Беларуси для военной мобилизации. Это поиск внешнего врага. Вот мы враги, к сожалению, мы враги. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени. Я никогда не был революционером в том плане, что я никогда не призвал мобилизации. То есть я человек, который так устроен, что я не могу, если кто-то пострадает из тех людей, которые я призвал условно на баррикады, я не смогу с этим потом жить. Ну, это просто такой вот тип. Так я устроен. И моя журналистика всегда была нейтральной. Почему я только сейчас заговорил о себе? Что даже такая нейтральная журналистика, она не воспринимается в Беларуси. Абсолютно. Я когда моему отцу сделали операцию, я тогда работал в Киеве, ну, я уезжал, приезжал, неважно, и я срочно, тогда еще летали самолеты, я срочно был вынужден вернуться в Ницце по личной причине. И я тогда встретился с одним из телевизионных менеджеров белорусских. И он сказал мне такую вещь. Сергей, мы читаем ваше интервью, мы знаем, о чем вы думаете, что вы говорите, и зачем вы везде повторяете, что в Беларуси нет журналистики? Я говорю, ну, потому что ее нет на самом деле. Потому что остались только агрессивные фланги. агрессивный фланг государственных медиа, который почему-то вместо того, чтобы становиться более тонким и играть в шахматы, а не в городки, он становится все более воинствующим после тех или иных событий. И другой фланг это медиа, которые государственные пропаганды называют наши так называемые оппозиционеры, так они говорят. Но их язык и стиль подачи информации их новостная выборка, она не от хорошей жизни. Это тоже и оборонительная журналистика вот в их исполнении такая. Поэтому идеологически заряженные медиа, они не в полной мере выборы пропаганды. Вот, например, взять те же Fox News и CNN. Да? Главное, чтобы не было фейков и отбеливания кого бы то ни было. Или тех, кто дает деньги медиа, или кто держит их на политическом контроле. В белорусском случае вот эти идеологически, даже идеологически заряженных медиа нет. Есть те, которые полностью отрабатывают государственную задачу, но есть те медиа, которые на самом деле мы с вами считаем нейтральными, или хотя бы потому, что они дают нам больше объективной информации. Но говорить о том, что и они абсолютно объективны, тоже не приходится. Ну, это просто результат давления на них. Вот и все. Большая такая интересная тема, потому что вот, например, недавно, может быть, вы видели интервью Ирины Халиб Никите Мелкозерова «Жизмалина» не смотрели? Да, она там высказывает мысль, что журналистика не может быть свободной от каких-то каких-то твоих личных предпочтений, политических убеждений и так далее. Я, например, тоже, я абсолютно с этой мыслью согласен, в том плане, что в условиях войны и диктатуры журналистика не может не окраситься во что-нибудь, она не может не быть пропагандой с той или иной стороны, тоже подробности. Наш канал «Обычное утро», если меня спросят завтра, я скажу, что мы, конечно же, пропагандируем, да, конечно, пропагандируем, там вот такие-то ценности, потому что это в конечном итоге мой шкурный интерес, они меня будут убивать просто, если чего-то не делать, да, если я все перестану. Да, вот что вы думаете? Интересно. Может, ли вы говорите, я бы не сказал, например, что вы занимаетесь пропагандой, то есть я не вижу признаков пропаганды. Да, возможно, у вас есть какая-то эмоциональная окраска того, о чем вы говорите, но это происходит от того, что вы пережили то, что вы пережили, и то, что вы продолжаете переживать, плюс некоторые форматные особенности, признаки вашего эфира, и трансформируются в тот эфир, который вы даете. Вот, пропаганда, на самом деле, это один из признаков пропаганды, это продуцирование фейтов. Я не знаю, вы продуцируете фейки или нет? А хотите, я бы скажу, как это работает с нашей стороны? Услышьте меня, пожалуйста, я хочу, чтобы вы меня услышали. Бывает, когда я, допустим, думаю, рассказать мне о чем-то или не рассказать, ну, например, какой-нибудь откровенный факап, какого-нибудь, там, офиса Тихановской. Или, например, там, вот, вот кейс с Мочулищем, помните, когда Азаров сказал, что дрон, вот это результат нашей операции, а потом потихонечку, помаленечку выясняется, что это все-таки Украина, что, да, что, ну, может быть, где-то они там и были на связи посредством имейл-переписки. Ну, и мое мнение, например, ну, я сейчас его выскажу, потому что я действительно могу говорить все, что угодно, ну, что Азаров сел в лужу с этой историей, просто сел в лужу, так, по-хорошему, в моем мнении. Ну, я его не выскажу, ну, знаете как, ну, сел и сел, вот, и я чувствую, ну, сам для себя, мне кажется, что это такая пропагандистская чертишка. Пропагандистская частичка, что вы сами себя останавливаете? Чертишка такая, да, что я не говорю иногда того, чего думаю, вот. Ну, послушайте, это можно называть... И таким образом я даю зрителям, да, целой картины, хотя бы как минимум своего миропредставления. Это можно называть и внутренней цензурой, а еще это можно называть чувством ответственности в той точке времени, в которой мы находимся. Тогда чем это может отличаться от ответственности Григория Заренко? От его чувств? Я вам рассказываю. Я рассказываю. Вы спросите себя, могу ли я кричать, пожар, пожар, спасайтесь, в битком, наполненном кинотеатре, в зале, в котором открыто работали. Да или нет? С одной стороны, когда горит, я знаю, а другие пока не видят, меди сейчас всем крикнуть, что все убежали и спаслись. С другой стороны, открыта одна дверь. Пока все включатся, поймут, что происходит, те милые женщины, которые стоят в этой шторке с дверью, пока найдут ключи и все откроют, возникнет давка. И непонятно, когда, в каком случае будет больше жертв. Или когда все побегут, или, быть может, можно будет, удастся потушить это пламя, так как есть там средства огнетушения, там ходят огнетушители и так далее. Вот какое здесь решение принять быстро, потому что огонь распространяется быстро. Какое решение должна принимать журналистика? То есть, когда мы говорим, мы же говорим о журналистике. Сейчас человек стоит перед этим выбором, и стоит журналист перед этим выбором. Крикнуть пожар сейчас, или не крикнуть, а если не крикнуть, какие предпринять шаги? Вот в этом история. Поэтому не нужно из себя съедать за то, что я там что-то не сказал, сказал. Ты всегда, как человек, ну, я сейчас не к вам обращаюсь вообще, к некому условному журналисту, ты всегда исходишь из тех обстоятельств, которые ты помещен. И взвешиваешь и профессиональный свой долг, и моральную ответственность, гражданскую ответственность, ну, и где-то у кого зависит от разного человека, включаются его какие-то религиозные воззрения, то есть то, на чем он воспитан. Его какие-то установки морально-этические, семейные, нравственные, религиозные и так далее. Вот соединение всего только рождает в нас какое-либо слово, какое-либо решение. Это очень универсальная формула, о которой сейчас говорится. Это очень универсальная формула, которая применила вполне к пропагандистам, к любому уровню и роду. Нет. Я объясню почему. Потому что когда ты намеренно врешь, когда ты сам претесь для себя объективные или условно-объективные источники информации, да, тебе открыты, то ты совершаешь подлость. Ты совершаешь подлость. Вот тоже вопрос. Когда началась война в Украине? И все чаще, а в будущем этот вопрос будет звучать еще чаще и еще громче, нынешнюю украинскую власть спрашивают, как вы допустили такое молниеносное начало войны, когда русские БТР и танки дошли до Киева за несколько дней. Когда на Адалоне, в прекрасном красивом районе, где я жил, да, уже ездили русские танки. Как вы это допустили? Четкого, внятного ответа не было до сих пор. Но все равно, как бы там ни было, а Зеленскому и команде придется отвечать и на этот вопрос, и на многие другие. Да, победителей не судят, но мы пока, особенно в контексте ослабевающей помощи Украине военной, мы не знаем, насколько Украина будет победителем. Я очень хочу в это уверить. И все мы. Но в каком виде будет эта победа, пока мы не знаем. И были через кого-то какие-то заявления, такие очень осторожные, контекстные, непрямые, о том, что тогда просто вся страна почему, мол, не сказали, отвечают. Тогда все истерии застряжены в проекте. То есть фактически это тот же мой пример, когда могла возникнуть в кинотеатре. И что бы из этого вышло? Ну, так-то оно так, конечно. Но не совсем так. Вы сказали об искренности еще. Ведь есть, и в начале нашего разговора вы упомянули об этом, есть действительно верующие. Я имею в виду верующие в то, что они говорят. Поэтому, опять же, здесь не совсем работает вот ответ на вопрос, почему эти все формулы не применимы к пропагандистам, потому что вот они обманывают и знают, что обманывают. Не все. Ну, история знает крестовые походы, крестовые походы, которые мечом, кровью отстаивалось свое представление о вере и том, какой она должна быть. от этого что? Человечество проходило через это все. А вы не представляете, какие ведутся споры и в разные века какие были серьезные конфликты по вопросу филиоквы. Когда мы в символе веры читаем про Святого Духа, у православных это звучит так, что мы веруем и в Духа Святаго, Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, споклоняемый и славим и глаголовавшего пророки. А, например, у католиков Святой Дух исходит и от Отца, и от Сына. Но в Евангелии, например, мы читаем, что Святой Дух исходит только от Отца. И вот по этому вопросу какие ведутся споры, дебаты, а в разные ДК они трансформировались в серьезные мировоззренческие конфликты. Это вопрос о том, как мы воспринимаем религию. И как мы несем свое представление и по вопросу Филиоквы, и по другим вопросам. Говорить о том, что религия и политика они отделены друг от друга, ну, в общем, да, в идеале они должны, но это же не так. Мы прекрасно видим, что в России сегодня происходит какая-то гремучая смесь между советскими, смесь советских традиций, смесь имперских комплексов и политического православия. вот как здесь провести границы и отделить одно от другого и от третьего. Я не знаю как. Я не знаю как. Когда, например, преподобному Лаврентию Черниговскому, великому подвиженку, святому, который представился, по-моему, в 50-м году или в начале 50-х, то есть человек, который прожил и оккупацию немецкую в Чернигове, прозорливому старцу, которому ехали за многие сотни километров, ему сейчас приписывают вот эти слова о три единства Святой Руси, Беларуси, Россию, Украину. Но это еще огромный вопрос, говорил ли преподобный Лаврентий эти слова. И говоря современным языком, терминологии, продвигал ли он эти марративы? Очень большой вопрос. Из того, что я читал и знаю, нет, я сейчас изучаю теологию, эта тема не очень близка, эти темы. Нет, не говорил. Но как преподобные любители сейчас используют пропаганду? Мы тоже это видим. Сергей, а вот очень интересный вопрос для меня, например, то, что происходит сегодня с Россией, если попытаться в двух словах, ну смотрите, я зайду вот с такой стороны, любая диктатура, именно диктатура, любой фашизм, это же всегда про упрощение. Вот вы сами говорили, что почему беглое все время в повестке? Ну потому, что находится враг и самое элементарное это вот вот это. Ну самое простое, вот они ПДЖБшники. Давайте объединимся и будем вместе ненавидеть. Это самое простое. любая диктатура, любой фашизм, если угодно, это всегда про упрощение. Евреи плохие, они виноваты в наших бедах. Что? евреев надо выселить. Дальше пойдем кровожаднее станем, будем убивать. Пока вы, ну вот условно говоря. Но это упрощение. Говоря о российской пропаганде, вы сами сказали, что это гремучая смесь, в которой нет четких точек в этой системе координат этих нет. Сегодня они борются с геями, с ЛГБТ, завтра они значит начнут бороться с зелеными волосами, послезавтра с теми, кто там имеет низкопрофильную резину на машине. То есть нет никакой системы. И это не про упрощение, да, это какая-то прям совсем сложная история. Как это так получается? Что это за урод такой сегодня получился, я имею ввиду Россия и ее пропаганда? Как это можно объявить? Вы можете к какой-то системе привести все то, что происходит? То есть даже война с Украиной, даже война с Украиной, я всегда задаю себе вопрос. Хорошо, вы докуда хотите дойти? Не нужно думать, что можно построить некую железобетонную систему. В асфальт закатать можно, и мы это видим. Все ростки, любое, но не нужно думать, что любая пропаганда способна построить железобетонную конструкцию, монолит, который будет стоять даже не веками, а годами, просто десятилетиями, более короткий срок, потому что этот монолит уже идет трещиной и в Белоруссии, и в России, мы сами это видим. не ищите универсальной формулы и такого идеального исполнения этой пропаганды, в которой вы увидите и причинно-следственную связь, и высокоразвитых интеллектуальных носителей, распространителей этой пропаганды, ее не бывает. Основная причина этого, как я сказал, вот в той части, которую вы назвали лекцией, огромное количество источников информации и большая скорость распространения этой информации. Невозможно построить сегодня такую монолитную систему. Или можно только в единственном исполнении. Северная Корея. Абсолютно все закрыто. Одна одежда, одни мысли, одни взгляды, одни истеричные слезы или от счастья, или от смерти вождя и все. То есть или так, или по-другому это не работает. Потому что информация просто и в России, и в Говоросе. Даже и в Северной Корее все не так просто, как выясняется. Все там не так однозначно, как это нам представляется. Хотя я когда-то думал и рассуждал об этом, об ответе на свой же собственный вопрос. Мне кажется, я нашел хотя бы некоторые зачатки ответа, который мне показался подходящим. Какой? Что Путин, что Лукашенко, они каждый по-своему и каждый в свое время, но они это прошлое. И чтобы остаться на своем месте, они делают все, чтобы бороться с прогрессом, с движением вперед, с прорастанием травы. Да, вот, ну, давайте, например, Беларуси. Вот почему он там, вот у него все советское. Вот ему когда-то было хорошо, и он уверен, что он, делая вот так-то, снова приведет страну к этим чудесным новостям в восемь вечера, где все, на дое, урожай, все хорошо, и девушки его любят, и сирень пахнет. Он не понимает, что уже все, кончилось это, и мир пошел дальше. И поэтому эта борьба с прогрессом, это и есть основа. Отсюда и борьба с ЛГБТ, потому что это такие прогрессивные истории. Отсюда эти все шуточки над феминизмом. Вот, вот все, отсюда, да, ненависть к этим гаджетам запретить, закрыть, там, давайте мы вот это самое, вот, вот все отсюда. Вы сами сказали, что аудитория, потребляющая пропаганду, в YouTube не полезет, потому что это все эти ваши интернеты. И мне кажется, что все-таки, если какую-то формулу попытаться вывести, то это борьба с прогрессом. Вот такая идеология. Я с вами согласен отчасти. Если позволите, я отреагирую так. Вы все время приходите к неким одним персонам, представляющим нынешнюю власть, или то, как она называет, и считает эту власть. Да, что в России, что в Беларуси. Мне так проще. Но я все время в этой связи вспоминаю слова Довлатова, которые не устаю повторять и на лекциях, и в интервью. Да, кто написал все эти там многие... 4 миллиона доносов. Ну, для Беларуси одна цифра, для России другая, хотя тогда мы были одним пространством. И количество доносов. Кто написал? Ну, это же люди написали. Прекрасная, милая, внешне хрупкая, но такая сильная Оля Хиженкова. Когда она вышла с Окрестина и давала интервью. Знаете, на какую ее фразу я больше всего обратил внимание? Она говорит, да, власть, да там, люди шпагонов, генералы, полковники, принимающие решения. Но надзиратели-то, надзиратели, хотя там они разные тоже. Ну, почему они нас бьют, они нас унижают? Мы видели эти кадры и знаем, как это было в Беларуси, когда ставили устраивали эти коридоры избиений в отделениях милиции, в РУВД, куда привозили задержанных, как их били, издевались над ними, как люди долгое время стояли на коленях, посмотрели в пол, в стену, в забор. Мы это видели. Спросите себя, вот говорит Оля Хиженкова, кто это делал? Ну, это как раз у меня есть довольно простой, мне кажется. Это же делали вот такие же самые люди, как и мы. Не такие же самые. Именно такие же, в том плане, что они живут с нами в одних подвесках. Константин, они живут с нами в одних подвесках, они пользуются с нами одним транспортом, их дети ходят с нашими детьми в одни школы, мы вместе с ними ходим на выборы, ну, условно, там, ходили когда-то на выборы, это вопрос качественного, вопрос качества и количества. Я не думаю, что это наше содержание. И это, и это история о том, что кто эти люди? Это же не там кто-то. Там дается команда, дается настроение, дается вектор. Это политический градиент. А распространяется это уже условная величина жестокости. За счет кого? За тех людей, которых я рассказал, которые рядом с нами. Они же это делали. Поэтому еще раз говорю, никогда не нужно искать какого-то одного заказчика. Если бы не было спроса и не было бы предложения такого. Предложение делается тогда, когда изучается в языке будут эти граники, что это будут покупать. Тогда начинается производство этого товара. Тогда начинается производство этой идеологии. Она будет потребляться и будет покупаться более того за гроши. Потому что именно эта пропаганда закрывает все наши национальные уязвимости, нашу нереализованность, о чем я говорил выше, наш страх и того красного человека, корни которого еще вот в чем дело. поэтому не ведите только к одним людям. Я бы говорил больше о тех, кто все это реализует. Вот в этом беда. Вот с этим нужно что-то делать. И, между прочим, через это прошла та же Чехословакия, ну, Чехия и Словакия. Я говорил, я не помню, в наших встречах предыдущих про Петрушку Шустрову, которая рассказывала сама диссидент чешский прошла через лагеря и потом была в комиссиях по люстрации. История устроена так, что наши страны в любом случае когда-то, я не знаю когда, но когда-то ожидают период люстрации. Это произойдет рано или скоро. Как это будет происходить? Если кто-то думает, что вот тогда, когда настанет эта точка уже невозврата и благодаря люстрации все ответят, то я спешу всех разочаровать. Ответят не все. И в том числе не ответят все те, кто издевался в тюрьмах и издевается. Не ответят. Потом, о чем вот недавно Шрайбан сказал абсолютно правильные вещи. Очень те мысли, с которыми я хожу не знаю последние месяцы. Нас ждет, только он сказал лайтовые 90-е, когда все это закончится, с такой с непониманием, неразберихой, куда идти, что делать дальше, с такой общественно-политической рыхлостью. Но я думаю, нас не ждут лайтовые 90-е, нас ждут такие, знаете, хард-90-е. И с теми людьми, которые сейчас по другую сторону, или молчанием, или просто фото-пассивностью, но и своей агрессией, и генерацией насилия, нам тоже с ними придется жить. Давайте сейчас об этом говорить, как мы это будем делать, как мы это будем воспринимать. И что я еще не сказал, буквально минута по поводу этого поврежденного ИЛ-76 военно-транспортного в Бачулищах. Тогда разные силы говорят о том, что не нужно выносить такие события и им подобные за скопки политики. нынешняя военная кампания, она наполнена политическим содержанием. Все, кто сейчас борется, их можно разделить на две большие группы, в Украине, Это настоящие герои, которые отдают свои жизни на фронте, и волонтеры, и военные на переднем крае, и вся страна, и те, кто сейчас каждую ночь спускается в бомбоубежище, как мои родные, там практически каждое утро мы созваниваемся, они говорят, да, мы сегодня в пижамах опять сидели в бомбоубежище, басы, практически раздеты, со своей собачкой с бутылкой воды, или бутылку воды просто не всегда даже удается схватить с собой. И вторая часть, это те, кто не меньше героев, нет, я не по принципу оппонирования сейчас их разделяю, но те, которые, представители часто это политикума, которые левеют фронту, закупают дроны, военные, военные амуниции, машины, на самом деле делают все необходимое для помощи своей нации фронту, но при этом все, безусловно, так как они политики, преломляют всю эту деятельность, думая о своем будущем политическом, о своих дивидендах, какие они потом получат электоральные. Таким образом, да, это может трансформироваться в электоральные дивиденды. Поэтому политика есть везде, если одна сила говорит о том, что это мы сделали, то другая, возможно, раскрывает какие-то детали, о которых мы с вами, обыватели, не знаем, и действительно, может быть, это была какая-то общая их операция, в которой и одни, и другие имеют отношение, но процентаж участия разный. Так это или нет, мы никогда не узнаем. Но не нужно думать, что то или иное событие, помещенное в контекст войны, такой эмоционально чувствительной политики отпустят. Все всегда будут это использовать. Поэтому я бы не говорил, что кто-то один говорит правду, а другой неправду или полуправду, или занимается постправдой. Нет. Я бы вообще сейчас об этом не думал. Ни время, ни место сейчас. Да, мы можем что-то догадываться, сомневаться, но у нас сейчас есть все другие, более важные задачи. Сохранить себя, сохранить свое национальное содержание, язык, культуру сохранить. В конце концов, Украина должна победить, говорят все адекватные люди, потому что по-другому быть просто не может. Британская Financial Times вчера опубликовала результаты онлайн-опроса англо-украинского проекта социологического Open Minds о теракте в Крокус-Сити-Коле. И вы выделили это цель? Конечно, большинство за Украину, да. Ну, в смысле... Больше этих больше 50, я подчеркиваю, это онлайн-опрос, это не живой опрос, да, когда есть коэффициент высокий страх в ответе. Это онлайн-опрос, хотя и там есть коэффициент страха, он везде есть, даже если это ВПМ. Сергей... Я не знаю, сколько репрезентативны эти результаты, но эти цифры же говорят о многом. Именно... Вот видите, вот здесь я стою, например, на противоположность и вам любопытно, я выскажу свою точку зрения, я как раз полагаю, что именно Кремль нужно винить. Так же, как и в Беларуси, вы говорите о тех людях, которые на местах совершают преступления. Вот здесь мы подходим к понятию нормы, которая спускается сверху, которая определяется теми, кто наверху. Есть, да, по-моему, Ардашвили, чтобы быть человеком, для этого нужно усилие. Когда власть, те, кто имеет эту власть, они за это усилие поощряют, да, когда ты понимаешь, что если ты закончишь университет, если ты, да, у тебя будет вот это, вот это, ну, более-менее. Тогда, в общем, мы смотрим и общество нормальное, при том, что я не уверен, что в Великобритании или во Франции или в Польше живет меньше тех, кто готов был бы и в Германии, живет меньше тех, кто готов был бы радостно избивать другого, только дай им волю. И вот, когда сверху спускается норма, которая не поощряет это усилие быть человеком, а напротив, даже наоборот, тогда и проявляют себя вот эти самые, вот эти самые, о которых вы говорите, нам с ними придется жить. Нам с ними нормально придется жить, потому что, если поощрять усилие быть человеком, то и эти люди вдруг меняются по щелчку пальцев, как показывают примеры тоже Чехословакии, Чехии, Польши, Германии. Да, это все не то, что по щелчку пальцев, тяжело, я согласен, тут, наверное, не всем прав, но все-таки, когда сверху спускается другая норма, тогда все меняется. Сингапур, Ликван Ю, какой там был запрос? На диктатуру? На насилие? На ненависть? Да нет. И вот пришел Ликван Ю, и нарушая законы, нарушая законы, он говорит, ну я-то вот-вот, я нарушу законы сейчас, но я-то понимаю, что это вот, вот так это должно работать. Вот он привелся на Гайпур к тому, к чему привел. Ну, условно, конечно, все это там, и куча подробностей существует, тем не менее. Когда сверху спускается норма, какая-то определенная, тогда общество целиком ей следует. Поэтому винить Кремль в том, что россияне в большинстве своем поверили в то, что Украина виноват в теракте, я бы стал. И прежде всего, именно Кремль. Вот такое. Я же не говорю, что его винить не надо. Я вам говорю, что нельзя говорить только об одном и не говорить о другом. Потому что один из рычагов и любой власти в России, в Беларуси, это как раз рычаг под названием релитивизм. Абсолютная относительность. Посыл о том, что нет абсолютного добра и нет абсолютного зла. Что человек сам верил о добра и зла. Поэтому то, что всему миру кажется злом, на вид на самом деле говорит о пропаганде, что это не зло. Все наоборот. И этот рычаг именно поэтому разгоняется в наших широтах. Потому что он как масло для двигателя пропаганды. А что касается Ли Куан Ю, знаете, такая история. Я как-то когда работал на ОНТ, у меня был разговор с одним из руководителей телеканала. он немного дал понять этот разговор, как устроено там порядок принятия решений, какое там целеполагание и так далее. И мне говорят, Сергей, вот если взять Сингапур Ли Куан Ю, посмотри, сколько там сейчас, как все классно, да, сколько там сейчас побед в экономике, как воспринимают лидеров государства. И все это через там тысячу, две, не знаю, там пять жертв. Но через это надо было пройти, потому что это все было ради блага миллионов. Вы знаете, мне стало страшно, когда я услышал эти слова. Потому что я понял, что вот так воспринимается светлое будущее. через какое-то количество, через тысячи жертв. Ради счастья миллионов это можно и даже нужно. Вот я понял, что система так видит свое развитие и развитие из-за людей. Мне стало страшно, потому что такие фразы, они в кабинетах там умных жучков не озвучиваются просто так. и я понял, что вот наше направление. Именно таким будет наше развитие через тысячи жертв ради счастья миллионов. Я никогда не... Чтобы мы понимали, когда я приведу пример Сингапур, я не говорил, что это хорошо и правильно. Я просто говорил о норме, которая спускалась сверху. То есть, даже используя совершенно диктаторские принципы управления, Ли Куан Ю тем не менее спускал именно другую норму. Вот об этом я говорил. Вопрос не количества. То есть, для меня не стоит вопроса там количества. Если завтра мне скажут, предложат сделать выбор в пользу, вот ты своими руками убиваешь Лукашенко и Беларусь заживет прекрасно. Я не убью своими руками Лукашенко. Ну, просто потому что я не знаю даже почему. Я не знаю, как объяснить, почему я этого не сделаю. Ну, потому что убивать людей это плохо. Я на это стою. Что касается, например, Германии, что касается Чехии, что касается Испании, период франкистов, все эти люди проходили потом через очень непростые периоды сшивания своей страны, устранения этого раскола. Поэтому, когда вы говорите, Константин, что мы будем с ними дальше жить, если мы вернемся в Беларусь, я, честно говоря, не знаю. Я уже не знаю, во что мы верим. Да, мы будем с ними жить, но это будет очень-очень непростая коммуникация, поверьте мне. Человеческая психика и память так устроена, что мы помним только хорошее. Но, тем не менее, через те и те, которые проходит Беларусь и проходит Россия, я уже не говорю про тот ад, в котором живет Украина. Сейчас я имею в виду внутренние процессы, внутри Беларуси, внутри России. Нам придется через это проходить. И тогда вернутся еще с войны люди с посттравматическим синдромом. Их количество будет гораздо выше, чем после чеченских кампаний и Аблинестана. И это будет страшно. Во всех смыслах. Я не знаю, когда настанут те времена, когда мы сможем говорить, что да, мы сейчас хотя бы близки к той Беларуси, которую мы все себе представляем. Нарисовали. Я не знал, что это произойдет. Еще в 2020 году, в конце 2020 года, или в начале 2021, во мне было гораздо больше оптимизма. И так в том числе работает внутренняя защита психологическая. Я себе тогда говорил, не надо смотреть на историю физики в Германии. Но в Германии была проведена очень успешно проведена и до сих пор продолжается политика денацификации. Когда четко нет полутонов, есть всем понятные тона. Германии помогли внешне, у нас некому помочь внешне. И поэтому да, но это уже к другому вопросу. Донали белорусную в России. Это уже тема другой программы. Но нас ждут непростые времена. И когда мы сможем начать, где точка отсчета этих непростых времен улучшения, восстановления? Я даже не знаю, где эта точка. Мы до нее еще не дошли. То есть мы не начали еще. Мы только на пути к этой точке. Поэтому давайте наберемся терпения. Если подводить черту, давайте наберемся терпения моего предложения. Давайте будем помещать все события, которые мы видим в контекст. Понимать, кто о чем говорит, кто о чем молчит. Давайте потреблять информацию не из одного, не из двух, не из трех, а как минимум из десяти источников. Давайте научимся анализировать, проводить причинно-следственную связь, понимать, что период войны это самый тяжелый период в истории любой нации. А мы и белорусы, мы в периоде войны. Безусловно. Да, и уже после этого, взвесив все, что мы слышим, видим, о чем мы думаем, уже потом будем формировать явления тех или иных персон. Это очень сложный, комплексный подход. Вот к нему я призываю. Я не уверен, что у нас гости, с которым мы говорили дольше, чем сегодня с Сергеем, Сергей, да, с вами. Тем не менее, мне показалось, мне было интересно. Спасибо вам за этот разговор. Очень сложно, очень тяжело, но очень. Я не скажу, что... Ну, хорошо, у каждого свое. Ну, мне было так, по крайней мере. Да, спасибо. Я благодарю вас, потому что вы даете мне возможность, знаете, когда я иду к студентам и всегда, вот когда я шел к студентам, мне было это очень важно. Я не сравниваю вас со студентами, безусловно, или аудиторию. Я имею в виду, мне важно проговаривать то, что я думаю. И проговаривать с теми людьми, с которыми я, условно, вот в одной фазе движения. Тогда начинаешь, ну, наверное, так с любым человеком, лучше понимать сам себя, лучше понимать происходящее. Ты получаешь вот этот необходимый фидбэк. И ты увидишь, в результате разговоров с вами, я не просто больше узнаю там, да, я и учусь пониманию того, что происходит сейчас. Благодаря вашей активности, благодаря вашей работе, благодаря книгам, которые вы прочитали. То есть, это для меня очень важно. Это не просто канал коммуникации с людьми, которые мне приятны, с аудиторией, которые являются активной частью и белорусского, и украинского общества. Ну, и для меня это как урок с интересным преподавателем. То есть, вот я прихожу к вам как преподавателем на интересный урок, потому что мы с вами пытаемся разобраться в тех процессах, которые сложны для понимания. Если для кого-то я, мои представления, мой опыт и мои знания также полезны, мне это очень приятно. Я думаю, что только благодаря таким площадкам, где мы можем друг друга взаимно дополнять, где мы можем друг для друга быть в хорошем смысле наставниками, помощниками, только такой формат коммуникации способен превратить нас из пессимистов в реалистов, ну, а потом, может быть, даже в оптимистов. Поэтому я вам благодарен за наши встречи и за наш такой рассказ. Наши зрители вам тоже очень благодарны. Ни один человек уже написали вам спасибо и обозначили вас в пространстве времени как крутого спеца. Вы крутой, Сергей. Это не единственное... Это довольно... Спасибо, но это очень относительно... Ну вот. Хорошо. Спасибо большое. Я отпускаю вас уже. Спасибо большое. И будем верить в лучшее. По-другому очень сложно. Дверь в надежде не закрываем. Смазываем ее каждое утро, чтобы она не скрипела. Но эта дверь должна хорошо открываться. Без этой двери... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...